Это снаряжение и вооружение саратовских воинов 16-18 века. Специалисты уверены, вооружался человек еще с первобытных времен. Сначала это были примитивные палки, позднее каменные топоры и луки. Когда люди научились обрабатывать металл, появилась профессия оружейник. В Саратовском областном музее краеведения тоже экспонаты, которым не одна сотня лет. Город Саратов был основан в 1590 году как город-крепость, предназначенный для обороны местных земель. Здесь представлены предметы снаряжения. Это кольчуга, шлем для защиты. Оружие представленное здесь. Бердыши, знаменитое оружие городской стражи. Боевой топор секира. На сегодняшний день существует огромное количество разных видов оружия. Огнестрельное и холодное, метательное и зажигательное. В пинтболе этот вид оружия называется маркер. Он стреляет шариками с краской, которые разбиваются при ударе о препятствии. Маркер нельзя назвать настоящим оружием, говорят специалисты. Но соблюдать технику безопасности все-таки стоит. Попробовав пинтбол у нас, они получают такого формата бронежилет, защиту рук, ног. И в случае, если они берут комплект именно с защитой, то, естественно, им это нравится. Потому что они чувствуют по себе попадание, но при этом оно не болезненное. А если играть, собственно говоря, в комплекте, ну, есть у нас такой комплект салага, в котором ноль защиты, естественно, тут человек уже получает полную гамму ощущений. Дату празднования Дня оружейника выбрали не случайно. В этот день церковь чтит Архангела Михаила, покровителя небесного воинства. На родине создателей легендарного автомата Калашникова в Ижевске даже установили памятник оружейникам. А в Туле открыли целую аллею славы мастерам оружейного дела. Ксения Леонтьева, Олег Буланов, Саратов, 24.